здравствуйте дорогие друзья я благословляю сейчас каждого из нас погружаться в причинно-следственные связи тогда когда мы с вами наступаем на новую дорогу когда мы начинаем новый день то очень важно делать выводы из предыдущих дней которые у нас уже прошли и я так понимаю что уже ни один день ни одна неделя ни один месяц и даже не один год за плечами у каждого из нас разное количество но все-таки она уже пройдена и поэтому мы можем оборачиваясь назад сказать господи благо мне что я пострадал ибо прежде страдания моего заблуждался теперь закон твой храню так говорил давид но он еще говорил межи мои прошли по прекрасным местам и наследие мое приятно для меня я не думаю что те межи которые проходил давид мы бы хотели пройти но однако видя результаты в своей жизни которые принесли ему эти дороги и эти перекрестки он мог так сказать что межи мои прошли по прекрасным местам это очень удивительно когда мы можем оборачиваться и на собственную жизнь посмотрев даже на дни печали на дни может быть непонимания но увидев какой плод это принесло в нашу жизнь прославить бога что я и рекомендую вам сделать потому что именно через такие анализы через такие выводы наша жизнь приобретает крепость приобретает основания для следующих побед потому что тогда когда давид проходя через уничижение мог сказать еще в юности своему старшему брату или аву не слова ли это то есть тогда когда тот его обвинил в дурном сердце а он мог так легко от полировать от полировать поэтому у нас с вами тоже есть возможность не зацикливаться на каких-то обвинениях а сказать не слова ли это проверив свое сердце что там нет того в чем тебя обвиняют поэтому сейчас когда он уже царь когда он уже себе может позволить вести себя так как считает нужным а мелхола его уничижает мы не знаем было ли это прилюдно либо она это сделала наедине в любом случае вы получали те слова которые прозвучали ты стал или выглядел как пустой человек а давид мог теперь сказать а перед своим богом я еще больше смогу уничижиться потому что не в этом моя слава а в том что бог делает и меня выводит на свои высоты и свои позиции и кто меня может снять с этих позиций если бог туда поставил вот это удивительно и давид мог так себя вести и посмотрите итог этой главы мы с вами сегодня заканчиваем эту шестую главу второй книги царств где последний стих и у мелхолы дочери сауловой не было детей до дня смерти ее оказывается это перекрыло ее утробу у женщины есть одно из назначений материнства и она его была лишена по крайней мере в отношениях с давидом и это произвело для нее закрытие возможности порадоваться еще новому рождению жизни потому что было уничижение того чье семя ей надо было принять поэтому друзья примите также как определенный урок если вы хотите иметь детей и принять это семя то благословляйте того мужа с которым живете благословляйте на рождение того ребенка которому еще надо родиться а не уничижайте не унижайте своих мыслях своем сердце своих чувствах и это тоже важный один из принципов потому как мы производим в будущий плод сегодняшним состоянием сердца и наблюдая за своим сердцем необходимо делать определенные выводы и решения с которыми нам надо будет соприкасаться с плодами их в завтрашнем дне поэтому то что мы сегодня с вами можем рассматривать это те уроки которые нас делают сильнее перед всеми обстоятельствами божье благословение это то что является нашей частью небесный отец я благодарю тебя что мы можем сегодня благословлять и благословляем себя именем господним благословляем дела которыми ты даешь нам заниматься на этой земле если мелхола лишила себя способности быть матерью для того нового уже в новом качестве рожденных детей как в царской природе давида то прошу тебя чтобы ты помог нам быть плодовитыми исходя из того что мы имеем взаимоотношения с тобой эти взаимоотношения они не временны они не случайны они живые и эти взаимоотношения они испытываются потому что когда ты открываешь кому-то свое слово то это за это слово начинают ненавидеть поэтому помоги нас про нам правильно себя вести и реагировать за все реакции которые приходят нашу жизнь поставить защиту в виде креста господнего виде знамени егова неси егова саваоф господь воинство сил приглашаем тебя на территории собственной судьбы и собственного дома в новом дне и в новом сезоне во имя иисуса христа аминь всего доброго до новых встреч до свидания